Зеленодолец Александр Туманов игру в городке увидел в юности. Это занятие ему настолько понравилось, что решил профессионально им заняться. Сам процесс, ну, он, наверное, больше стабилизирует. Если честно, на самом деле городовский спорт очень много что дает. Здесь никогда не получится выполнить бросок, когда ты на нервах или ты что-то переживаешь. Город Зеленодольска, наш Пискульт! Привет! Команде Город Ульяновск, Пискульт! Привет! Показать свое мастерство и почтить память Германа Серебренникова на площадку вышли коллективы из Зеленодольска, Казани, Удмуртии и Ульяновской области. Герман Глебович более полувека работал на заводе имени Горького и популяризировал городошный спорт. Зеленодольск стал одним из его центров, воспитавшим многих мастеров спорта. Сам Герман Глебович играл в городки до 90 лет. В минувшем году его не стало. 50 лет он играл в полную силу, участвовал в соревнованиях, а остальное время он помогал, всячески помогал организации соревнований, выезду наших команд. И очень хочется, я очень благодарна городошникам, что они продолжают его любимое дело. Игра в городки известна уже несколько столетий. Официальным видом спорта она стала ровно 100 лет назад в Москве. Суть игры – метание имбитой поочередно выбивать различные фигуры, состоящие из деревянных цилиндров. В нашей стране игра особенно популярна была в середине прошлого века. Основатель городков еще был Суворов. Он ввел в армию обязательно программу городков. Воины все занимались городочным спортом. Они развивали зрение, ловкость, силу, выносливость. Сейчас интерес к городкам снова возрождается. Появляются обновленные площадки, приходит заниматься молодежь. Люди уже видят, что надо вот в такую погоду играть в городки, а не в телефоны сидеть на скамейке. Поэтому благодаря СМИ, благодаря той же интернетской атмосфере мы получаем своего зрителя. Как говорят болельщики соревнований, процесс действительно увлекательный. Ну замечательно. Я даже понимаю уже вот это городошник, где чего, кто тещу бьет, кто штрафной. Ты отдыхаешь как-то, задумываешься. Все-таки это же и расчет тот же самый в броске, в фигурах. Турнир по городошному спорту в Зеленодольске завершится завтра. Участники разыграют призы в личных и командных соревнованиях. Дмитрий Аринин, Данил Филатов, ТНВ, Зеленодольск.